Вы смотрите Вестник Северодвинска и мы продолжаем. И сейчас время криминальных новостей. Обзор происшествий в нашей области подготовила Евгения Карелина. Ранее неоднократно судимый мужчина отобрал у своей знакомой мобильный телефон. Злоумышленник пришел к потерпевшей в гости на Полярную 2Б. Полицейский задержали рецидивиста. Им оказался нигде не работающий 36-летний мужчина. Мобильный телефон за 14 тысяч рублей полицейские нашли в его квартире. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 4 лет лишения свободы. Телефон возвращен владельцу. Два алководителя отправятся за решетку. За ездой под градусом их уже задерживали полицейские. 41-летний водитель без прав вновь попался в Холмогорском районе Архангельской области. За аналогичную езду поймали и 30-летнего ранее судимого жителя Новодвинска. По ходатайству государственного обвинителя судом начальнику ОМВД России Приморский вынесено частное постановление ввиду непринятия должных мер по предупреждению совершения ранее неоднократно привлекавшимся к административной ответственности обвиняемым указанного преступления. Жителю Холмогорского района назначено наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в колонии поселений. С лишением прав на срок 3 года. Новодвинец отправится в исправительную колонию строгого режима на 8 месяцев. Водительского удостоверения он лишился на 1 год 8 месяцев. Приговоры судов не вступили в законную силу. Два брата погибли во время пожара в Каргополе. Двое мужчин 50 и 49 лет проживали в частном деревянном доме на улице Красноармейской. Перед трагедией дочь одного из пострадавших хотела навестить отца, но дверь никто не открыл. Не заподозрив ничего плохого, девушка ушла, а уже через пару часов в доме разгорелся сильный пожар. Когда прибыли пожарные, открытым пламенем горели сарай, баня и гараж. В ходе тушения на крыльце и веранде были обнаружены тела погибших мужчин. Предположительно, причиной пожара могла стать неосторожность при курении кого-то из погибших.